сказал типа вот там проблема вон там проблема его что у меня в страховке 50 тысяч охренелом мы вернули деньги вот так выдали таблетки всем привет мы сегодня я в стоматологии долго откладывала все на потом на потом сейчас уже сильно болит в общем он у меня еще болел когда была беременная когда я сходила к врачу он мне сказал что нужно делать обезболивающее а беременного обезболивающее нельзя и он сказал когда родишь тогда придешь и сделаешь вот потом я родила времени вообще полностью не было и постоянно и сейчас уже ему год и я до сих пор откладывала откладывала но уже нужно ведь сходить вот мне сделали один раз ошибку в общем я ходила к стоматологу в андонге тут город два часа из глядь сюда вот я сделала зуб в общем его почистили поставили пломбу они я не знаю может быть надо было удалить нет но этот зуб вместе с пол почищены он продолжит открыться стоматологию здесь детская комнатка есть там такая пустяка может она объясняет где у меня болит я в мужа сняли несколько прописали таблетки и сказали что недельку подождать посмотреть если будет продолжать болеть у меня придется менять зуб потому что предыдущий врач он не дочистил до конца из-за этого у меня в общем потом бы и на улице продают вот такие вот рыбки я раньше их не покупала но когда девчонками ходим или муж вот сейчас проходил решил купить он их любит очень вот я один раз их попробовала наверное может быть где-то может быть месяц назад первый раз хотя я в корее уже очень-очень давно но как-то не привлекала мне вот а сейчас мне нравится очень это с кремом это с кремом еще есть с господи не помню название вот он тоже заценил и кофе купили сейчас поедем брать игрушки для яна в библиотеке не рассказывал в прошлых видео то что мы берем игрушки бесплатно библиотеки это стоит вообще берешь карту на год за моно 10 тысяч вон и можешь каждые две недели брать игрушки и менять их очень выгодно потому что он особо в игрушки не играет я их покупаю и они валяются а когда я в библиотеке их беру то есть он посмотрел что-то пять минут поиграл ему не понравилось мы вернули в библиотеку и взяли новые игрушки и так можно вычислить какие игрушки ему больше нравится вот какие если нравится то я могу пойти в магазин поискать найти их купить очень так вы пришли сегодня выбора побольше потому что народ сдает сегодня будний день народ сдал игрушки вот такие можно большие тоже брать и здесь еще детки просто те как есть просто посидеть почитать бесплатно заходишь и играй вот и сюда можно с детками тоже залезть поиграть здесь класс я не помню сколько здесь стоит так сейчас мы опять идем в магазин я в общем спросил у ли сколько стоил вот этот консультация то что не посмотрели и сказали что буду делать не буду делать это 8000 вот вышло то что вы писали рецепт это все входит вот а когда у меня не было страховки когда я была беременна и ходила делать хотела сделать зуб а поставить пломбу но мне просто он посмотрел проконсультировал и все типа сказал типа вот там проблема вон там проблемы в итоге он взял из-за того что у меня не было страховки 50000 вон я охренела представлять какая колоссальная разница если ты без страховки идешь делать зубы ну или хотя бы просто проконсультироваться что тебе нужно 8000 вон со страховкой и 50000 вон без страховки то есть блин я не знала что этот но я знала что это дороже по страховке но я не знала что это настолько такая огромная разница сейчас сбегала в магазин купить я ну я вот такие штучки использую когда мне либо лень готовить либо я забыла что у меня в холодильнике мышь повесилась вот и продавщицы постоянно дает нам такие штучки так погрызть ребенку вода а я как раз вот в этой больнице лежала и здесь на первом этаже есть детский магазинчик он дорогой конечно но очень удобненько если мне что-то нужно я захожу и покупаю если когда экстрем что-то нужно так я всегда заказываю у нас здесь около дома есть такой шкверик иногда здесь гуляем здесь много больниц на районе и сюда постоянно пациентов ходит гулять я здесь часто везу с капельницами в больничной одежде у нас еще здесь хорошо рядышком прям метро вот и люди здесь постоянно занимаются когда тепло было я тоже бегала но я не здесь бегала чуть-чуть подальше сейчас холодно сейчас не получается бегать а так я с радостью и тем более у меня сейчас работает в ночь я бегала только когда темнело чтобы я никто не видел мы вообще в очень удобном районе живем мы будем переезжать к 2024 но в принципе мне здесь этот райончик очень нравится здесь все рядом у нас больницы в двух шагах вообще в принципе магазин все вот особенно бренды здесь рядом а что прям очень много магазинов куда я езжу на метро пять минут сажусь на метро и еду все тоже вот эти вот рыбки но здесь кстати работает китаяночка вот здесь дороже продают а вот где мы покупали там тысяча здесь она 2000 за две штучки берет вот что я хотела сказать самое интересное то что я здесь на своем районе нашла в пяти минутах езды наших двоих тоже с детьми хотя по факту здесь на моем районе вообще ну очень редко я очень редко видела иностранцев именно наших но американцев иногда видел и там китайцев японцев ой господи китайцев вьетнамцев вот именно наших не русскоговорящих нет и тут прям пяти минутах пешком я нашла наших тоже детьми мы тут зависали ходили потом одна наша съехала и мы еще тоже здесь встретили но к ней ехать надо она далеко вот но я очень была удивлена что на своем районе прям в пяти минутах я нашла кого-то из своих потому что в нашем городе не так уж и много иностранцев практически их нет они есть в одном районе где университет но там тоже не наши русскоговорящие их очень мало а китайцы вьетнамцы и так далее вот и тем более я туда на этот район ездила не буду же со мной студенты общаться как я с ребенком и студенты со мной как бы не не то общение будет а когда находишь людей с детьми то тогда да тогда вообще классно когда общий интерес вот такие игрушки взяли это конструктор на магнитиках в этом библиотеке играли в там они были и ему очень понравилось это пакеты игрушки дисциплицируют кладут вот эти пакеты музыкальная вот так выдали таблетки уже расфасованные мне прописали три раза в день вышло это на 4 900 заказали на и монтушки корейские пельмешки это холодная лапша с льдом ведь вышла ты на 23 тысяч вы грин 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 тей грин тей грин тей я не знаю как грин тей в кореан в кореан в кореан полу нам и мандушки дали сервисом здесь кимчи а здесь фарш с овощами мне больше всего нравится с кимчи кстати в бене вот это вот артиска мясо и я кстати в первый раз зеленый зеленая лапша всегда бывает гречневая а тут коричневая а тут зеленый в первый раз такое увидела а еще вот груша тоже груша тоже сюда пулять сейчас я наверно для вас буду делать дикость я сейчас мыть все эти контейнеры из-под это мы вчера суп заказывали вот вот это вот все надо помыть и отодрать эту штуку так как мы фасуем мусор и грязный его нельзя вот так сейчас я помыла сейчас я вам покажу куда выбрасывать вот эти вот мусорные ящики я сама покупала на пани заказывали вот здесь уже у меня расслована пластик здесь коробки я пластик кладу мне просто пакет закончились вот здесь у меня пластик всегда висит а здесь коробки а здесь банки уже стены потом берешь вот этот пакет снимаешь и несешь внизу там распаку раскидываешь по мусорке там тоже у корейцев стоит тоже типа для мусора вот я еще забыла рассказать какая ситуация произошла в стоматологии мне делали снимок я сняла все сережки и не сделали снимок сели к врачу у меня там открыть снимок я такая смотрю что-то странно я думала то что у меня хуже зубы то что они неровные я думала очень сильно а я смотрю так на снимке так ну как приличные еще я думаю все еще не потеряно вот а еще там было на снимке то что задние зубы не вышли я такая начинаю зуба языком прощупывать эти задние зубы смысла потом думаю блин кажется это не мой снимок как-то странно она говорит объясняет мне уже типа все нормально типа зубы более-менее типа норм а потом раз она такая что-то меняет снимок и типа перепутали снимок открыли какой-то другой снимок а потом мы когда открыли я смотрю а ну да это мои зубы но они типа там у меня наклонены очень сильно типа кажется что они у меня ровные а на деле они очень ровные наклонены очень сильно лис ходил в париквахерскую они только недавно открылись и ему подарили вино за то что он постригся в ней что-то мне кажется я тоже захотелось пойти постричься нормально такой подгончик да она по моему не очень дорогое но сам факт приятного себя пошел постричься тебе бутылку вина просто подарили еще у меня спрашивали в комментариях по поводу кольца какое кольцо на какое кольцо мы поменяли я мужу дарила на держать я не кольцо золотое от dior но она оказалась маленьким и мы его сдали обратно мы вернули деньги и муж сходил к ювелиру и и на заказ ему сделали кольцо своими руками вот он любит белое золото поэтому это белое золото и здесь настоящий бриллиантик вот он сказал что он хочет более простое но только все ему тоже очень сильно понравилось он даже говорил что он хочет похудеть для этого кольца чтобы она это налезал на него но я сказала типа мне все равно какое будет кольцо главное чтобы это тебе нравилось у меня был важен сам факт что я его подарила вот но такое простенькое но милая а я буду заканчивать видео монтировать и выкладывать всем пока